Какая из башен Кремля напоминает пирамиду? Вы никогда не задумывались? Нет. Пятиступенчатую пирамиду. Еще я вам даже подсказываю. Ну, не Спаская, во всяком случае. Ну, не Спаская. Хорошо. Это Боровицкая башня. Если вы срежете верхушечку, ну, грубо говоря, вот этот самый ее шпиль, да? Ну, шпиль — это позднее, это 17 век. Да, это на версии. Да, то мы увидим пять ступеней. И Вильгельм Гумбольд пишет своему брату Александру, путешествуя по Москве, выходя там, значит, на Большой Каменный мост. Он говорит, ты не представляешь. Здесь примерно такие же древности, как на острове Ява. И я вот здесь вижу пирамиду, которая стоит прямо передо мной. И, конечно, да, конечно, это пирамида. Почему она пирамида? Вот вроде бы, да, вроде бы это и не мавзолей, но тем не менее это пирамида. У меня есть своя версия на этот счет. Дело в том, что эти итальянские архитекторы, конечно, они были мистики. Они все были ученики Аурелиана, который построил тот самый Миланский замок. Аурелиана строил замок в Милане с одной, кстати, целью. Он хотел умилостивить гармонию небес. Вот мы с вами говорим про мистику. Я думаю, что и подобная цель ставилась и у строителей Московского Кремля. Потому что люди жили эсхатологическими представлениями. Все думали, что в 1492 году произойдет таки конец света. Пасхалии были написаны только до 1492 года. Но мы с вами знаем, что именно в этот год был открыт новый свет. Может быть, он и стал концом света в каком-то, значит, таком вот, в большом смысле этого слова. Вот так вот.